В Кыргызстане за сутки двое погибших от COVID-19 и 29 новых случаев заражения. В связи с пандемией Минобразование продлило школьникам учебный год, а в Бештевском центре наркологии не бывало наплыв пациентов. Об этом и о многом другом поговорим сегодня в выпуске, в том числе обсудим печально знаменитого спикера Джагуркукинеша Дастана Джумабекова. Разберем его в подробностях по косточкам. Всем здравствуйте, меня зовут Камила Валиева, я снова с вами на канале Апрель. За последние сутки от коронавируса в Кыргызстане скончалось двое человек. Об этом сегодня на брифинге заявил замминистра здравоохранения Нурболот Усинбаев. Один случай в Нарынской области – это женщина 84 лет, и один случай в Бешкеке – 55-летний мужчина. Он поступил еще в начале месяца, состояние не улучшалось, и находился в реанимации, и несмотря на проводимые медицинские и все лечебные мероприятия, он скончался. Всего по Кыргызстану за последние сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом, а выписано из стационаров 10 человек. Итого в Кыргызстане 1111 подтвержденных случаев COVID-19. А тем временем увеличилась нагрузка и на врачей Бешкекского центра наркологии. Там небывалый наплыв пациентов. Об этом «Кактус Медиа» сообщила зам директора центра наркологии Татьяна Борисова. По ее словам, это вполне ожидаемо, так как люди от безделья стали чаще выпивать и, следовательно, обращаться за помощью в наркологию. Такой вот карантин в Кыргызстане. Страшно гордимся нашим главой МВД Кашкаром Джуншалиевым. Невероятно, но это так. Повод вполне весомый. Дело в том, что на заседании комитета Джугру Кукинеша по правопорядку, обсуждая вопрос о внесении дополнений и изменений в Уголовный кодекс Кыргызской республики, он признался Наталье Никитенко, депутата Джугру Кукинеша, что он не профессионал. Да, прям вот так вот взял и честно признался. Вы извините, Наталья Владимировна. Хоть я министр, я никогда не отвечу на этот вопрос. Я не профессионал по этому вопросу. Вы извините меня. Хоть кто-то из чиновников смог открыто об этом заявить. Браво, мы очень гордимся вашей честностью. Вот, например, к примеру главы МВД стоило бы последовать Настану Джумабекову, спикеру Джугру Кукинеша. В народе его уже прозвали худшим турага парламента за всю историю независимости страны. То, что название городов он выучить не может, это еще полбеды. Мой коллега Канат Канеметов собрал в одном сюжете все провалы второго лица в государстве. Посмотреть этот сюжет обязательно нужно, чтобы понимать, кто управляет страной и почему в этой стране все так плохо. В парламенте снова скандал. На этот раз отличился спикер Дастан Джумабеков. Если вам не нравится в парламенте, то вас тут никто не держит. Не надо так разговаривать. Давайте не нападать друг на друга. Не надо себя считать увольнителем. Парламент распустится только если народ захочет. А если люди захотят, то мы снова станем депутатами. Вы просто ведущий заседаний, знайте свое место. Везде пишут и говорят о том, что спикер превращает парламент в посмешище. Вы, наверное, тоже слышите об этом. Мы ни разу эту ситуацию не обсуждали. Депутата, которого выбрал народ, никто не сможет выгнать из зала. У вас такого права нет. Когда Саппар Исаков был премьер-министром, вы не давали нам слова. Поддерживали его всячески. И где теперь Саппар? А сейчас вы поддерживаете Абулгазеева. Дастан Джумабеков стал, пожалуй, настоящим королем мемов. Столько раз в неловкие ситуации, пожалуй, не попадал ни один депутат. Потягаться с ним в антирейтинге популярности может разве что другой любимец многих кыргызстанцев Азабеки Крамов. В стране чрезвычайная ситуация, но Дастан Джумабеков даже в такой обстановке невольно смешит людей. Дастан Артиспикович – звезда соцсетей и во время карантина. Но настоящая слава к спикеру Джумабекову пришла намного раньше. Кыргызского парламентария теперь называют не иначе, как переименователем немецких городов. А еще Джумабеков любит всякие блатные словечки и выражения. Проблема у спикера не только с государственным языком, но и с русским. Пользователи соцсетей сомневаются, что спикер когда-либо брал в руки книжку. Иначе как объяснить тот факт, что человек не может сносно даже прочитать текст, который находится у него перед носом? Конечно, не только развитие государства предполагает расширение границ политического диалога и взаимовыгодного экономического сотрудничества. Кто тебя учил? В школе. Покажи мне. И я разорву его, как тузик грел. Спикерство Джумабекова повлияло и на качество документа оборота в аппарате Джугурку Кенеша. В сеть слили письмо за подписью Турага. В документе пользователи нашли около десятка грамматических ошибок. Ты чего написал? Тельняшка через букву И, шинель через букву Е, а ботинки вообще? Ты чего, легкоступал? Неудачливый спикер прямо-таки притягивает к себе неприятности. Тут он в присутствии телекамер и сотен любопытных глаз не смог с первого раза залезть на лошадь. Смог ли бы такой спикер, как Джумабеков в любой другой стране так долго продержаться на своем посту? Скорее всего нет, но выбирать кыргызстанцам особо не приходится. Остальные первые лица страны ненамного харизматичнее. Не зарастет, к нему не зарастет людская тропа. С легкой руки депутата Джугурку Кенеша Джанара Акаева, Финпол продолжает показывать удивительное рвение в борьбе с незаконной продажей ГСМ. Два дня назад слуга народа потребовал прекратить этот бизнес, и вот борьцы с экономическими преступлениями начали заниматься этим очень активно и уже пресекли незаконную продажу тысяч литров бензина. Молодцы, все бы так работали. И ответственные депутаты, и финполовцы. Раз на крупные какие-то коррупционные схемы им времени и ресурсов не хватает, то пусть хотя бы по мелочи побегают. Ну, какая-никакая работа. Юристы выступили резко против закона об интернет-цензуре. Эксперты правовой клиники Аделет подготовили анализ нашумевшего закона о манипулировании информацией. Если резюмировать, то закон неконкретный и сложноисполнимый, а самое главное, он грубо нарушает конституционные права граждан на свободу слова и самовыражения. Фактически законопроектом устанавливается государственная цензура информации в сети интернет, которая коснется абсолютно всех пользователей сети интернет в Кыргызской республике. Законопроект наделяет государственный орган полномочием ограничивать доступ к опубликованной информации, которую он посчитал ложной или недостоверной, без какого-либо судебного решения. Каких-либо методик, каким образом государственным органом будет определяться, является информация ложной или нет, в законопроекте нет. На основании вышеизложенного предлагаем Джугуркукинешу Кыргызстана отклонить проект закона и направить его на доработку. Из-за пандемии коронавируса и сопутствующим закрытием границ экономика Кыргызстана очень сильно страдает. До такой степени, что приходится резко сокращать бюджет. Вице-премьер-министр Асрандиев сегодня рассказал, какие статьи бюджета будут урезаны. За четыре месяца нынешнего года доходы бюджета недовыполнены на 10 с лишним миллиардов сомов от планируемой суммы. Только лишь за апрель потери доходной части бюджета составили 4,8 миллиарда сомов. Такие условия диктуют нам внесение изменений в бюджет. Сокращения коснулись в первую очередь различного рода приобретения, транспортные расходы, командировочные. Также существенно коснулись сокращений по капитальным вложениям. Заработные платы бюджетников, пенсии, пособии, отчисления в социальный фонд, они сохранены в полном первоначальном объеме. И хочу отметить, что до сегодняшнего дня все обязательства по защищенным статьям выполняются в полном объеме и своевременно. И в дальнейшем правительство намерено эти обязательства выполнять также по плану. Связанные в первую очередь с водоснабжением, ирригацией, частично по ремонту и восстановлению автомобильных дорог, некоторые расходы по цифровизации и реформе судебной системы. Поступила в республику внешняя помощь на общую сумму 243 миллиона долларов. Из них 120 миллионов долларов – это первый транш Международного валютного фонда, который поступил в конце марта. После конвертации это составило около 10,5 миллиардов сомов. Эти ресурсы были направлены, я некоторые статьи озвучу, в первую очередь на защищенные статьи. К примеру, 4 миллиарда были направлены на выплату заработных плат, 1,8 миллиарда были направлены на социальный фонд, 1,2 миллиарда сомов на фонд обязательного медицинского страхования, на пособия почти миллиард сомов были использованы. Одним словом, эти ресурсы были направлены на расходы бюджета, которые были предусмотрены законом. Второй транш – 120 миллионов долларов поступили позавчера, 13 мая. Они пока не использованы. Учебный год в школах Кыргызстана продлили на 5 дней. В этом году он закончится 30 мая, а не 25-го, как обычно. Это делается для того, чтобы школьники лучше усвоили учебные программы, говорит Минобраз. Но почему-то у меня такое ощущение, что 5 дней особой роли не сыграет. А еще сегодня в Министерстве образования объявили, что последний звонок пройдет онлайн. Правда, как это будет выглядеть, пока не ясно. От себя добавлю. Как бы я не любила школу, но я считаю, что последний звонок – это очень важное событие в жизни каждого школьника. Очень жаль, что пандемия внесла такие коррективы в жизнь сегодняшних 11-классников. На этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Меня зовут Камила Валиева. Я прощаюсь с вами. До скорых встреч. Увидимся на следующей неделе. Хороших вам выходных. Всем пока.